Утром 19 декабря на Матросском бульваре вновь появились сотрудники правительства. Правда, на этот раз свой визит они попытались сделать тайным. Пытаясь не привлекать к себе внимания, неизвестный изучал план Матросского бульвара, который расположен прямо на заборе для всеобщего обозрения. При этом о результатах увиденного гражданин кому-то докладывал по телефону. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы представитель какой организации? Зачем вы не снимаете? Но вы спросили у меня, что я на общественной территории нахожусь. Вы с какой случаем меня снимаете? На основании чего? Я дал вам разрешение. Еще раз, подождите секундочку. Послушайте, я... Вы кто? Молодой человек. Я Севастополь. Это хорошо. Ну, пожалуйста, не надо возникать здесь. Ну, очень просто. Я с вами не разговаривал вообще. Вы скажите, пожалуйста, вы здесь какой цели? Дело в том, что здесь собираются севастопольцы, которые неравнодушны к Судиму Матросского бульвара. Да вопросов нет, пускай не собираются. Никто не против. Мы за граждан. Отлично. Как оказалось, проверку проводил сотрудник управления административно-технического контроля правительства Севастополя Евгений Горлов. Представился чиновник не сразу и неохотно. Он сообщил, что должен провести проверку, подтверждающую или опровергающую факт строительных работ на бульваре. Уточним, что свое появление на строительном объекте он заранее не согласовал. Сотруднику правительства вновь попытались объяснить, что в связи с правилами для того, чтобы попасть на территорию объекта, необходимо пройти несложную процедуру. Но эти доводы чиновник слышать не хотел и перешел на повышенный тон. Продолжение следует... Это не наше выводы. Давайте не будем общаться в этом вопросе. Как не будем общаться? Я вас не звал сюда. Мы вас туда не звали. Я пришел. Я вас не трогаю. Напомним, провокационные действия со стороны правительства происходят не в первый раз. 18 декабря севастопольцы не дали правительству города перекрыть подъезды к Матросскому бульвару бетонными блоками. Неравнодушные граждане обступили грузовой спецтранспорт, не дав ему подъехать к рабочей площадке. Я вообще не понимаю, что это за человек, который пришел сюда и начал, не представляясь, пытаться угрожать, вот так вот себя вызывающе вести, вызывать на агрессию. Понимаете, это вчера происходило, сегодня продолжение. Ну, ни в какие ворота и рамки я чиновникам не могу его назвать, потому что я не знаю, что это за человек. Прийти вот на Матросский бульвар, начинать здесь вот так вот себя вести, ну, по-моему, неприемлемо никому. Поэтому то, что как себя ведет наша нынешняя власть в городе, да, ну, по-моему, переступили уже все дозволенные пороги. Есть договор между ГБУ парк и скверой и Благодарительным фондом «Предспятая береговая батарея». В этом договоре абсолютно все сказано. Что выполняется, как выполняется, для чего выполняется и так далее. И эти материалы находятся в суде до тех пор, пока решение суд никакое не принял, здесь работы будут выполняться. Те работы, которые положено делать по проекту. Поэтому вот моя точка зрения заключается в том, что просто оказывается постоянное давление на тех, кто защищает бульвар, на горожан. А с моей точки зрения в целом, то, что происходит в городе, совершенно недопустимая вещь, потому что она повышает градус социальной напряженности в городе.